Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и сегодня со мной мой друг Рома Компот. Рома Компот, его зовут Роман. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Роман, мы сидим в тесной коробке дяди Бори. Коморка. В общем-то, ребята, сегодня давай это всё ломай, давай ломай, выходи отсюда. То есть ты, пикселизация, пшик, пшик, девочки, пшик. Кто это, боже, первый раз его вижу. Не понимаю, что... Ой, а что у меня рот такой огромный? Чтобы жрать бургеры на Игровире, если ты понимаешь, что ли. Обожаю, обожаю, понимаю, о чем ты. В общем-то, сегодня, ребята, у нас будет такой обычный и необычный ролик. Дело в том, ребята, что Роман Компот будет погружён в его голову и должен будет защитить свой клад, который здесь у него есть. То есть здесь у него сундук, точнее сейф, я бы даже сказал, полный сейф изумрудов. Здесь полный сейф алмазов. У него есть куча шмоток, которыми он может орудовать. Что ты делаешь? Я предлагаю, чтобы ты сразу под сейф не подкопался, вот так вот сделать. А, ну давай, да, хорошая идея. И в зале тоже тогда сделай, но сейф ты можешь перемещать, кстати. То есть ты можешь его спрятать где-то в голове и застроить как хочешь. Нахера мне это надо. Ну и ладно, ну и ладно. И в общем-то, ребята, у него здесь есть куча вещей. И с моей стороны, конечно, мы должны были сделать это всё по кнопкам. Ну кому это надо? Мы за спорт. Сейчас сделаем всё снова по кнопкам. Давай, переигрываем, дубль два. Да нет, не надо, Рома, всё. Хотя, всем привет, ребят. Всё, привет, ребят. Всё, ты уже там? Я тогда тоже телепортируюсь назад, вот пробегаю. Здесь у меня тоже есть вещи, которыми я должен орудовать. Здесь у меня их, конечно, меньше, ребята. И я должен прокопаться к Роме и забрать его сокровище, то есть его клад, который он спрятал в своей голове. Поэтому давайте начинать подкоп. Самое главное, чтобы Рома не понимал, из какой сторон я буду копаться. Потому что у него куча... А ты только снизу можешь копаться и всё? Да, я могу только снизу. В том-то и дело. То есть я должен прокопать тоннель и забрать. То есть давай я, наверное, дам тебе сначала секунд 15. Давай я лучше вылезу из своего подкопа, чтобы ты спрятал. Я даже отвернусь сейчас, чтобы не подсматривать. А я ничего прятаться не буду, всё будет так же стоять. А, ну там, я не знаю, застрой как-то, я не знаю, поставь что-нибудь. Да, я сейчас постараюсь что-нибудь применять. Тактику придумай какую-нибудь. Я пока ещё даже отвернусь, я тут побегаю, лесочек порассматриваю и ещё раз, ребята, скажу. Ну допустим, готово! Ну да, я тогда... Ну и ладно, ну и ладно, овца. Интересно, подожди, а если овца это женщина, а овец это мужчина? Нет, скорее всего, овен это мужчина. Я понял, а ты овен или кто? Я овесы. Что смешного? Да просто смешно, что Роман Компот весы. Ну да весы, я взвешиваю стеки, стеки, понимаешь? А, я понял, банкролл. Да, я не успокоюсь, пока не кину маме банкролл, прямо на стол. Как говорится, лизер, здравствуйте. Здравствуйте. Короче, я уже начинаю подкоп. Вот, Рома, твоя задача меня убивать, гасить, делать всё, что угодно. Я вот сразу веду воды. А зачем ты его разлил, подожди? Случаевно. Ну, короче, моя цель забрать именно два сундука, и моя победа будет считаться только в том случае, если я прям заберу два сундука. Опа, ни сюда, немножечко, ни в ту сторону пошёл. Так, 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 вот. Ты чё там копаешь? Слушай, ты чё? Ты чё? 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 Здравствуйте. Закрой. Извините, пожалуйста, я ошибся. Закрой дверку, я сказал. Подожди, подожди, а если вот... Ой, ё-моё. Ой, блин, тут какой-то... Опа. Опа, здрасте. Тихо, подожди, блин, я только что понял, что обсидия, на самом деле, это очень жёсткая для меня штука, потому что у меня-то нет алмазной кирки, у меня только железная. А-а-а, привет! Чё это за оружие? Это то, что ты мне дал. Ё-моё, я же... Ну, типа, да, там есть два жёстких оружия, которые прям сильно наносит мне урон. Я, правда, заспаунился не очень в удачном месте, но ничего страшного, я же за спорт. Я же не весы какие-нибудь, я могу пробежаться, могу себе позволять... А я жирный! Заткнись, жирный. Ну ладно. Так, короче, нужно поставить себе здесь спаунпоинт. Так, отлично, спаунпоинт есть. Поставь туда здесь светоблоков и фиг пойми чё ты как. Да там они по углам стоят, так что ничего сложного. Просто чтобы тебе не темно было, Ром, я же тебя пережил. А у меня кирки нету, ты чё, офигел? А зачем тебе кирка? А у меня есть лом. У тебя есть лом, у тебя есть... А зачем тебе кирка, с другой-то опять же стороны? Ну, например, вот такие, как ты офигешь. Блин, это очень сложно. Короче, если я за 10 минут не смогу тебя оттуда как-то выкурить, выдудить, это значит я проиграл. Выдавить омолаживающим дымком, значит я проиграл. Так, подожди, здесь какой-то сундук, а что это такое? Какой-то пустой сундук, а что это такое? 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 Подожди, блин, у тебя же броня топовая, стой, мне нужен топор, 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 стой. Есть, отлично, я тебя убил. Чёрт. Ой, я заспавился в другом месте, но это пахнуло, потому что я не за спорт, я весы. Подожди, ты козёл, мне нужно достать, мне нужно достать, мне нужно достать. Блин, Рома, поставь спалмин-поинт у себя в голове. Да-да-да, конечно. Поставь-поставь-поставь, потому что я сейчас буду снова пытаться прорваться к тебе. И мне просто подписчики в комментариях писали. Вот, кстати, Ром, ты знал, что у железного топора урон больше, чем у алмазного меча. Да, знал. Но я не знал, как это... Ладно. Роман Компотов... Это сказать что-то заумное. Ну, я так понимаю, не получилось. Так, подожди, стой. С этой стороны, с этой... Блин, тут уже так много подкопов, я не вижу даже, где ты. Да вот он я, что ты... Подожди, смотри, с дробаша! Да блин, стой, да... Сколько у тебя патронов еще, если не секрет? Или это секрет? У меня в дробаше уже кончились. А, ну дробовик, ну, как бы, он двухзарядный. А вообще, в принципе, сколько у тебя еще оружия? У меня одно целое, одно потрачено на четверть, и одно потрачено на половину, все. Ага, я понял. Окей, конечно, я не понимаю, на самом деле, что такое четверть, что такое половина и так далее, потому что я не учился в школе. А вы, Роман? А вы, Роман? Я тут, я тут... А, сложность была выключена. Я просрал два Блэйза. Ну, ничего страшного. Я тут, блин, подожди, я занят немножко, Ром. Я говорю, мужчина, закройте, пожалуйста, дверь. Или вы только спросите, или что, я не понимаю. Да отстань. Да подожди, пожалуйста, иди там на операцию какую-нибудь. Да от меня только отстань. Я укажу, укажу на операцию. Все, уходи, 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 пожалуйста, на операцию. А, ну, по сути, такая она и будет. Я не об этой, Роман Компот. Подожди, я тут пытаюсь реально прорваться, потому что тоннели очень сложно уже. Я в них реально начал путаться. И что ты там ставишь, я понять не могу. У меня умерцает. Я тоже. Я, короче, поставил булыжник, потому что обсидиан у меня кончился. Угу. Вот такие вот дела. Я пытаюсь как-то выжить из себя максимум. Ты пытаешься выжить из себя максимум? Как-то есть, ты жидкость из себя пытаешься вытащить. А, я куда-то упал. В мои тоннели, я так понимаю. Я сдих. Да, в твоей тоннели мне нужно идти сейчас. Где-то тут копаешься. Я вижу просто сверху ломается обсидиан, думаю, ватафак, мазафака. Ты такой козёл, Рома, мне там буквально ещё просто полсекундочки. Рома, ну ты чё? Ну мог же мне хотя бы дать один обсидиан-то ломать? Там реально... Извини, я лошара, я лошара. Хотя чё это я лошара, знаешь, иди в жопу. Мальчик, иди в жопу отсюда. Знаешь, мне почему-то так стало жалко этого мальчика в определённый момент. Типа, ну представь, идёт просто мальчик. Это был ещё какой, наверное, год 2005 этот видос был снят. Если бы кто-то ко мне в кадр влез, я бы так, наверное, и сказал. Ты так на Эгровире всём и говорил. Вот Андрей Житель иногда влазит в мой кадр, и я ему говорю, мальчик, иди в жопу. Я вспомнил, короче, как Андрей Житель на Эгровире Коля не снял. Ты чё не снял, мразь, я тебя ненавижу. Когда ещё крик на весь лаунш стоял. И Андрей такой из камеры, типа, знаешь, welcome to Four Seasons Hotel. Здрасте. 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 Так, я пока же не вижу, где ты, поэтому я тебя буду тут сверху ждать. Я пытаюсь прорваться всё ещё, я... Так, тихо, вот, это уже... Вот это уже футбольный мяч. Чё там происходит? Я один блок сломал, один из обсидиан, но это какой-то тупой блок. Видимо, ты его куда-то случайно поставил, я так понимаю. Хм... Ну ладно, хорошо, я тебе поверю. Пока что я тебя не вижу. Пока что я даже не вижу то, как разломывается обсидиан. Поэтому, возможно, ты не здесь. Ты здесь или не здесь? Да я здесь, под головой где-то, я же говорю, я сломал какую-то обсидиан. Но, знаешь, очень-очень хаотично стоял. То есть мне кажется, что ты его просто случайно мискликнул, когда вглубь ставил обсидиан. А ты железный киркокой ломаешь? Да. А, ты вообще по хардкору вижу, пацан. Ну да, потому что у меня нет других вариантов, алмазной кирки у меня нет, лом у тебя. Вот, и кстати, я тебе забыл сказать, ты не можешь же выходить за пределы головы. То есть ты можешь уходить, как бы, вниз головы, но не можешь выходить за её пределы. Сейчас, для тебя сюрприз пиксель будет. Какой? Ром, Ром, не нужно. Ром, мы же с тобой, друзья, мы с тобой, мы с тобой буквально ели из одной тарелки. Ром, что бы ты сейчас не хотел сделать. А, вот так, вот так. Ром, ты вот зачем, зачем, что за зло я тебе сотворил? Скажи, пожалуйста. А, ты мой голову разворотил, у меня тут не мозги, а псидин какой-то. Подожди, а у тебя там ещё вообще много? Слушай, давай я вот так вот завёз. Привет, друг. Не понял. В смысле, ты чё, офигел, что ли, тут доходится? Подожди, 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 подожди. Не понял. Подожди, подожди, вот так вот я хочу сделать сейчас. Вот, хочу вот такой вот ход конём провести. И куда ты ушла? Я запрятался. Ты запряталась? Да отстань, да Рома, ну пожалуйста, ну дай, дай, я сломаю хотя бы один обсидин, ну пожалуйста, ну Ромка. Ладно, я дам тебе фору, я дам тебе фору, чувак. Давай я выйду в креатив, разломаю здесь всё и всё. Просто дело в том, что я реально очень сильно проигрываю, у меня осталась минута, чувак, понимаешь, минута. О, минута, ну ты понимаешь, что ты можешь одним ударом два сейфа золотать, поэтому я так за это переживаю. Ну, как бы нет на самом деле, если я, конечно, сделаю это сверху, то да, а снизу, ну, смотря как сломаю на самом деле. Кстати, железная киркой, а один обсидин ломается, по-моему, 30 секунд, поэтому у тебя есть два обсидина на шанс сломать. Ну, у меня осталось 20 секунд, Ром, до конца времени. А, 20 секунд, ну интересно, выберешь ты или нет. Я тебе 13, мне вот интересно, я успею даже обсидин доломать или нет. Я вот, знаешь, даже ради эксперимента, у меня осталось 8 секунд. Я вот чисто сейчас слежу, знаешь, у меня вена на лбу уже вспухла, и так, 3 секунды, 2 секунды. Я на последней секунде сломал обсидин, и он мне ничего не дал. Вообще ничего. Ой, какая жалость, дружочек. Короче, я, получается, проиграл сейчас миллион гривен, вот, и свою квартиру. Съёмную. Хозяева в штуке будут. Вот, бедная хозяйка, бедный хозяин, который мне тут прописали, доверили мне эту квартирку на год, а я проиграл их на ставках. Я скажу, у меня есть друг в Москве, у меня есть друг в Москве, его зовут Роман Компот. Ну, короче, я просрал эту квартиру, когда боролся с ним бункерами. Если мне вот так вот глаза выкладывать, то, может, подумать, что я херожопа. Херожопа. В общем-то, ребят, вот такой вот ролик сегодня получился. К сожалению, я сегодня проиграл. Роман Компот сегодня, к сожалению, одержал победу. Как тебе вот так вот? Отлично, отлично. А ещё вот так вот нужно, вот так вот, и вот так вот. Теперь это точно последняя мразь. Теперь я так... Ну, Ром, я бы тебя перцем задул, честно тебе скажу. А вот так? Вот прям пшик, вот так вот. Прямо так пшик, пшик. На самом деле, очень странно выглядит. Ладно, на этом я видео заканчиваю, ребят. А обязательно подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик для получения уведомлений. И всем ещё раз большое спасибо за просмотр. Всем удачи, ребят, и пока-пока-пока. Всем пкидоськи.